В мае начнется масштабная реконструкция магистралей Нижнего Тагила в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Большинство конкурсов уже отыграно, по некоторым подрядчики только определяются. В 2019 году реконструируют 21 автодорогу. Это 24 объекта. На Восточном шоссе приведут в порядок сразу три участка, на Северном шоссе – два. Всего до 2024 года отремонтируют 125 магистралей. Выполнение федеральной программы будет находиться под жёстким контролем главы города Владислава Пинаева, а также специалистов Росавтодора. Мы дополнительно приняли в штат городского хозяйства специалистов, которые будут отвечать только за реализацию, за прохождение документов по данному объекту. На дорогах у нас отдельно отыгран контракт, но не у нас отдельно отыгран контракт по диагностике. Победила саратовская компания «Инфраструктура». Это тоже отдельный контроль перед началом всех работ и после окончания всех работ. Поэтому тут получается уже контроль двойной со стороны независимой экспертизы, скажем так, и со стороны нашей службы заказчика городского хозяйства. 15 апреля специальная комиссия отправится в объезд по дорогам. Позже будет составлен список первой очереди ремонта магистралей. Особое внимание уделят тем участкам, где есть предписание госавтоинспекции, а также дорогам, на которые поступает больше всего жалоб от тагильчан. К полноценному ремонту подрядчики приступят только в тёплое время года – с середины мая. Сейчас в Нижнем Тагиле активно восстанавливают дорожное полотно. В городе идут ямочные ремонты. По поручению мэра Владислава Пинаева составлен график работ. В нём 17 объектов, в том числе ямы на пяти перекрёстках во всех районах. Подрядчики Тагилдорстрой и УБТ-сервис до конца марта должны уложить более 300 квадратных метров покрытия. На сегодня обе компании запустили асфальтовые заводы. Да, в холодном асфальте пока, но тем не менее это уже не тот асфальт, который приходится нагревать, разравнивать. Они уже привозят с заводов. Это ускоряет ход работ сам по себе. На сегодня работает фреза. Уже не просто заделываются ямы, а действительно фрезируются. Делаются карты и ямки заделываются. В этом году также планируется приступить к реализации ещё одного масштабного проекта – строительства моста через Тагильский пруд. Возведение этого объекта – давняя мечта тагильчан. Сейчас она становится реальностью. Уже летом планируется заложить первый камень. Над проектом моста трудился Уралгипротранс. Изначально стоимость была более 5 миллиардов рублей. Сейчас её снизили до 3,5 миллиардов за счёт разделения строительства моста на два этапа. Первый – возведение самого моста с четырьмя полосами. Второй – клеверная развязка автодороги. Клеверная развязка нас ни к чему не обязывает, она не держит. Она в большей степени будет нужна городу, когда будет реализовываться следующий этап строительства восточного объезда так называемого. Вот тут действительно это должно быть предусмотрено. Но мы сделали присоединение и выход на Свердловское шоссе полностью соответствующие одному лепестку. То есть переделывать ничего не надо будет. Мы просто дополнительно при выделении 420 копейками миллионов рублей в следующем этапе можем достроить эту клеверную развязку без причинения перестройки, причинения какого-то ущерба существующей дороги, которая будет. Строительство моста будет вестись в рамках соглашения с компанией Евраз. Сейчас все необходимые документы направлены в два областных министерства – транспорта и финансов. В мэрии ждут очередную корректировку бюджета Свердловской области, чтобы начать воплощать проект мечты.